Ну и какими бы страшилками о Беларуси не пугали своих жителей наши соседи, у граждан Литвы, Польши, а также обладателей латвийских паспортов, все большей популярностью пользуется отдых в нашей стране. Кто-то проводит у нас полноценный отпуск, кто-то выбирает семейный отдых выходного дня. За время действия безвизового въезда Беларусь посетили более 360 тысяч иностранцев. И, как говорят сами путешественники, здесь они сделали для себя много открытий. Репортаж Марины Романовской. К сожалению, нельзя провозить молочные продукты, так что пока стою, пиваю там ряженки, сырок плавленый, все очень вкусно. Александр приехал из Литвы. Раньше бывать в Беларуси удавалось пару раз в год. Сейчас же, благодаря безвизу, гостит намного чаще. Открыл для себя много городов, впечатлен Минском, а белорусские продукты, говорит, это приятный бонус во время путешествия. Много вкусных продуктов. Чипсы, пастила, сахар вкусный, слаще, чем литовский. То есть две ложечки белорусского равны три ложечки литовского сахара. Кроме этого, русский язык, все-таки мы там скучаем в Литве по русскому языку, а здесь комфортно. И в театре, и в кино, и просто по магазинам. Очень хорошо. Хотелось бы, чтобы продлился этот безвиз. В этом магазине за время действия безвиза успели изучить предпочтения иностранных гостей. По вкусу белорусская молочка, колбаса и шоколад. Домой в качестве подарка чаще всего везут косметику. Радует и качество, и цена. Нашу продукцию белорусскую очень хвалят, ее очень любят. Консервы белорусские, детское питание, также колбасы. Берут их, и некоторые покупатели даже говорят, мы берем колбасы, чтобы доехать до границы и съесть их на месте. Часто посещаю, потому что есть друзья. Еду сейчас, вот еду к другу, да. И покупаю, покупки удобно. Сейчас камни для бани покупаю. Удобно, хорошо. Брасл изменился, давно не был. У него очень красивый город, очень красивый город. Беларусь притягательна для иностранцев. За время действия безвиза нашу страну посетили более 234 тысяч граждан Литвы, 108 тысяч обладателей латвийских паспортов, чуть более 19 тысяч поляков. Можно что-то приобрести, того, что у нас нет, кое-что дешевле. Все бы, конечно, хотели, чтобы был бы продлен безвизовый режим. Весь город наш пользовался очень, очень удобно. Все ездили на экскурсию в Минск, в Поводск, в Оршу, в Брасу. В этом году практически в каждой семье кто-то ехал. От Минска в Витебск все в восторге. И на Славянский базар очень много ехали. Сначала действия безвизового режима въезда в Республику Беларусь на участке ответственности Половского пограничного отряда в трех пунктах пропуска Григоровщины урбальной визы проследовало более 123 тысяч граждан Литвы, а также граждан Латвийской республики. Пограничники всегда гостеприимствующают гостей нашей страны, и в том числе тех, кто следует по безвизу. Мы всегда готовы ускорить пропускную способность. Для этого создаются дополнительные рабочие места. Туристический Браслов готов удивлять не только отдыхом на озерах. Белорусский курорт популярен круглый год. Машин на латвийских и литовских номерах заметно прибавляются в выходные. Благодаря безвизу иностранным гостям не нужно долго планировать путешествия. Поэтому так много желающих провести тур выходного дня в Беларуси. Мы находимся радужком с границы. Чаще всего к нам приезжают с Латвии и с Литвы. Приезжают, отдыхают. Широкий выбор туристических услуг. Вот начиная от проживания до ресторана. Есть вольеры, где можно посмотреть стеки животных. Те, кто впервые приехал в Беларусь по безвизу, с удовольствием возвращаются в нашу страну, советуют знакомым. Популярностью пользуется медицинский туризм, стоматологические услуги, отдых в санаториях, обследование. И все это, как подчеркивают сами иностранцы, со знаком качества и по доступным ценам. Марина Романовская, Михаил Христофоров, агентство теленовостей, Визипская область. Субтитры создавал DimaTorzok